СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН КАМКАБЕЛЬ Управленец достоверно знал о налоговой задолженности своей другой компании ООО «Магистраль», но скрыл от государства 85 миллионов рублей. В случае признания вины 69-летний предприниматель рискует лишиться свободы на срок до 7 лет. Кроме того, Новоаренгойский городской суд рассматривает еще несколько налоговых дел в отношении Олега Ситникова на сумму более 700 миллионов рублей. 10 июня в телеграм-каналах прошла информация, что Ситникова отпустили из СИЗО. Полиция приуральского района задержала подозреваемого в мошенничестве, а подкинул работаем житель Оксарки, который увидел в интернете объявление о продаже снегохода всего за 170 тысяч рублей. Мужчина созвонился с лжепродавцом и договорился о сделке. После этого он перевел ему 150 тысяч, а аферист перестал выходить на связь. Он долгое время скрывался от полиции, в том числе и на территории Янао. В итоге правоохранители задержали его в Москве. Злоумышленник во всем признался. В Новом Марингое осудили мужчину, который покусился на деньги с чужой банковской карты. В феврале этого года он был в гостях у своего коллеги и там украл его карту. Чуть позже он, зная пин-код, снял с нее 15 тысяч. Такая выходка не осталась безнаказанной. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы. С учетом статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание назначено условно с испытательным сроком в год и 6 месяцев. Стали известны подробности пьяного ДТП в Харампуре, в котором пострадали два ребенка. Выяснилось, что в аварии пострадали девочки 2013 и 2018 годов рождения, а за рулем машины был их пьяный отец. Водитель не справился с управлением и врезался в кирпичный забор. В этой аварии дети получили телесные повреждения, их отвезли в больницу. На данный момент проходит стационарное лечение, их состояние удовлетворительное. За дело взялась прокуратура округа, ведомство проводит проверку. В Муравленко поймали двух наркоманов и наказали обязательными работами. В машине у 31-летней женщины и 34-летнего мужчины нашли пакет с порошком. Позже выяснилось, что это были синтетические наркотики массой почти полграмма. В свое оправдание злоумышленники заявили, что зелье купили для личного потребления. На них возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотиков. Суд приговорил их к исправительным работам на 280 и 340 часов. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. В магазине Камкабель вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое. Звездная 15. Торговый дом Альянс.